Слушайте доктора! Да, в эфире программа «Слушайте доктора». У микрофона Светлана Занько, и напротив меня долгожданный гость, некогда соведущий программы, Дмитрий Курдюмов, исполняющий обязанности заместителя правительства Кировской области. Добрый день. Да, добрый день. Ну, Светлана, вы меня уже из соведущих, я вижу, вычеркнули? Нет, ни в коем случае я не вычеркнула. Я так это, напомнить о том, что мы тоже есть. И спасибо, что вы приходите. Сегодня у нас просто официальная программа, это практически интервью, которое как раз соответствует вашей должности. Мы будем говорить о развитии здравоохранения в Кировской области, как мы обещали в анонсах нашей программы, что мы это будем делать. И кроме того, мы отвечаем на вопросы наших радиослушателей, которые были оставлены на сайте эхакирова.ру сегодня, когда мы выложили анонс. Напоминаю еще раз, когда к нам приходит гость, мы выкладываем анонсы, вы можете задать ему вопросы, и мы с них и начнем, с тех вопросов, которые оставили слушатели на сайте. Итак, они абсолютно разные. Значит, вопрос. Анна Алексеевна пишет. Дмитрий Александрович, у нас неплохие хирурги в областной больнице, которые делают косметические операции, подтяжку лица и прочее, и очень привлекательные цены. Но технологии немного отстают, да и оборудования для шлифовки, подробности, шлифовки швов современного у них нет. А ведь это такая востребованная услуга, развить бы нам это направление. Вы знаете, областная больница, безусловно, у нас ведущее учреждение здравоохранения в области, но это не самый главный вопрос, актуальный, задача, которая стоит перед областной больницей. Да, я так понимаю, что вот эта процедура, она выполняется в отделении чрезвычной лисовой хирургии, там высококлассные хирурги. Ну, что касается приобретения оборудования, такая возможность есть и в областной больнице. Они сейчас развивают много направлений. Я могу сказать, что ключевые направления, которые развиваются сейчас в областной клинической больнице, это кардиохирургия, безусловно. И мы четко понимаем, что это то направление, которое влияет на среднюю продолжительность жизни населения. И мы сделали все, чтобы даже в рамках, скажем, ну, такого непростого бюджета следующего года, в рамках софинансирования с федеральным бюджетом, начать своевременно в начале года оказание высокотехнологичной медицинской помощи по кардиохирургии нашим пациентам. Более того, я уже много об этом говорил, и помните, Светлана, мы с вами обсуждали о том, что кардиохирургия должна точно перемещаться из части видов ВМП-2 в ВМП-1. И последний визит и разговор с Вероникой Игоревной Скворцовой, вот мы ездили вместе с Игорем Владимировичем Васильевым, да, и как раз был такой очень конструктивный разговор. Мы получили там ответ на вопрос, что на следующий год в кардиохирургию за счет средств ОМС вливается дополнительная установка двухкамерного кардиостимулятора, то есть процесс пошел. Ровно год назад мы говорили об этом, что это крайне необходимо. Да, мы уже давно, вот я давно этой проблемой уже занимаюсь, но нас услышали, и это не единственный вид, который начал переходить, потому что был год, когда мне казалось, что все замерло. Это такое непростое решение, но по кардиохирургии вот этот объем добавляется. А давайте напомним нашим слушателям, почему это важно, когда перемещается вот в этот список операций по высокотехнологичной помощи. Что это для больницы значит, для больного? Я хочу, наверное, нужно рассуждать это с точки зрения, что это значит для больного сначала. Все у нас застрахованы, ну, фактически в системе ОМС. Есть те категории, скажем, военнослужащих, приравненные к ней, лицам, которые в соответствии с действующим законодательством, они не застрахованы в системе ОМС, за них платит работодатель. Но абсолютное большинство мы платим взнос, 5,1%, федеральный фонд ОМС и застрахованы в системе ОМС. И в рамках территориальной программы госгарантии мы имеем право на оказание этой помощи на территории, где мы там проживаем, ну, здесь, в Кировской области. А в рамках базовой программы на территории всей Российской Федерации, так вот, высокотехнологичная медицинская помощь в соответствии с разделом 1, утвержденная постановлением правительства Российской Федерации, она как раз входит в базовую программу обязательного медицинского страхования. И пациент может получить ее везде, в рамках межтерриториальных расчетов, в принципе, в любой территории. Естественно, это там, надо сказать, что это удобно для пациента. Перевод видов высокотехнологичной медицинской помощи из раздела 2, который оказывается только за счет средств федерального бюджета, либо софинансирования федеральных бюджетов и бюджета субъектов, либо в чистом виде бюджета субъектов. Но она оказывается, ну, это мое мнение, из-за сложности финансирования на территориях в недостаточном объеме. А если мы говорим про те заболевания, которые влияют на производительность жизни, то это как бы недопустимо. Это, в частности, кардиохирургии совершенно очевидно, что то, что уже давно не является высокотехнологичным видом помощи, является рутинным уже давно для многих территорий, ведь все из них прошли через федеральные целевые программы, программы модернизации здравоохранения, оснащены необходимым оборудованием для этого, там есть очные кадры, так вот эти виды, они должны перемещаться. Это необходимо делать, необходимо такое решение принять, естественно, для федеральных центров что, но для них это уменьшение финансирования. Мы тут разговаривали недавно с одним федеральным центром, вот я вам не сам, но я донесу то, что примерно услышал наш специалист, который взаимодействовал, он говорит, ну вы понимаете, что когда все это перейдет, мы же потеряем деньги, но приобретают пациенты. И другая составляющая, одни и те же виды, фактически, они есть дублирующиеся в разделе 1 за счет средств ОМС, за полисы в разделе 2 за счет средств бюджета, они стоят по-разному, это экономия средств. Поэтому отрадно то, что это начало происходить сейчас, и вот в кардиохирургии хочется, чтобы это, в общем-то, и продолжалось дальше. Конечно, это должно происходить в каком-то разумном объеме. Есть истинные высокотехнологичные виды медицинской помощи, они всем известны, экспертное сообщество их уже определило. И вот этим должны заниматься институты. Все остальное должно стать рутинным, доступным, и все это должно оказываться пациентку в условиях конкурентной среды между медицинскими организациями. Да, это то, о чем мы говорили ровно год назад. То есть нам приходилось для многих высокотехнологичных операций перемещаться в Москву и в Питер, в крупные центры, переезжать туда, делать операции, и там же оставались деньги, страховые деньги, которые за эти операции платятся. Часть, да, вот как раз вы как раз раскрыли суть вот этого вопроса, да, финансовую суть, потому что как раз оказание за счет средств бюджета, условно за счет средств бюджета, большая часть этих средств переходит межбюджетными трансфертами и средств федерального фонда обязательного медицинского страхования. Ничто иное, как деньги налогоплательщиков в том числе. Да, наши, и они оставались в крупных институтах и центрах, которые оказывали эту помощь. Теперь добились того, что постепенно операции, которые в регионы начинают поступать, и вот уже и высокотехнологичная кардиопомощь тоже в нашей областной больнице будет оказываться, и деньги будут сюда тоже приходить. Надо сказать вот сейчас, что она и сейчас оказывается. То, что в рамках обязательного медицинского страхования, в рамках базар-программы, это стентирование, установка камерных стимуляторов, это делается, и это жизненно необходимо, это важно. Но этот перечень... Расширяется теперь. Расширяется, это приятно. То, что в этот перечень не входило, мы знаем, оказывалось иногда, надо признать задержками. В этом году эта помощь до конца года завершается. Всем, кто нуждался, она оказана. И в следующем году мы сделали все, чтобы она начала оказываться с начала года. Мы предусмотрели в рамках софинансирования с федеральным бюджетом средства в бюджете Кировской области на эти цели. Все. Это значит, что мы сможем делать эти операции в Кирове. Это для пациента хорошо, а для больницы хорошо, что деньги приходят в больницу. И она может развиваться. Безусловно. Мы как-то ушли от этого вопроса. Все-таки косметические операции. Почему нет? Это ведь тоже деньги. Пусть это платные услуги. Какой-нибудь высокотехнологичный косметический центр на базе областной больницы. Вы знаете, что касается то, о чем нам задавал вопрос Анна Алексеевна, оно ведь касается не только, скажем, красоты и косметики. Бывают дефекты, которые приходится устранять после различного рода травм, заболеваний. Здесь тоже наши высококлассные специалисты делают все необходимое. Но по поводу оборудования я расскажу Вадиму Владиславовичу, чтобы он обратил внимание на этого. Главврача областной больницы. И чтобы, в общем-то, и те, кто хочет быть красивым, умели на эту полную возможность на эту помощь в нашем подведомственном учреждении. Это важно. Да. Следующий вопрос. Пациентка онкодиспансера пишет. В сентябре вы говорили, что наш онкодиспансер будет меняться. Нам бы хорошо поставить аппарат ПЭТ? Я соглашусь, что аппарат ПЭТ – это хорошо. Это позитронно-иммерсионный томограф. Очень дорогая вещь. Да. Ну, сначала по поводу меняться. Действительно, сейчас наш онкологический диспансер начал меняться. Для тех, кто сейчас зайдет туда, но изменения есть на входе. Это электронная регистратура, это мажортизация пациентов. На мой взгляд, то, что мы делаем все сейчас, чтобы улучшилось обеспечение лекарственными препаратами пациентов, нуждающихся онкологическими, страдающих онкологическими заболеваниями. Я не буду останавливаться на проблемах текущих в льготном лекарственном обеспечении, которые связаны с назначением синонимов, либо фирменных. Названия они есть и будут, пытаясь к проблемам из нашего. Ну, это такие текущие проблемы, проблемы назначения какими-то специалистами. Дальше, что касается лекарственного обеспечения в целом онкологического диспансера, здесь тоже поставлена задача, чтобы никакой пациент, это вообще требование ко всей системе здравоохранения, мы для этого организовали такую глобальную систему планирования обеспечения медикаментами, изделий медицинского назначения, которые сейчас у нас идут в информационной системе. И на днях у нас состоялось такое расширенное совещание руководителей учреждений, где мы, скажем так, разобрали, на наш взгляд, такие тревожные лечебные учреждения, где, по данным отчетов, на мой взгляд, была вероятность того, что пациента могут что-то заказывать. Очень серьезно мы разговаривали с этим руководителем, эту систему мы выстраиваем, и я уверен, что пациент, находясь в стационаре, и мы так всем говорим, либо в дневностстве, не должен приобретать ничего, он должен быть всем обеспечен. Вот это наш приоритет, и так должно быть, и никак по-другому. Поэтому я хочу обратиться ко всем слушателям. Если вас заставляют приобретать медикаменты, изделия медицинского назначения, проходить платно какие-то виды исследований, либо еще какие-то платные, скажем так, мероприятия, я предлагаю вам писать на мой официальный адрес электронной почты, мы будем с этим разбираться. Тех, еще раз повторяю, кто находится в стационаре, в дневном стационаре на лечение. В общем, вся помощь должна оказываться бесплатно. Каждый случай подлежит детальному разбору. А как быстро вы отвечаете или реагируете на то, что вам присылают на официальную электронную почту? Знаете, я сейчас могу вам сказать, что на сегодняшний день у меня вот пока пять неотвеченных писем. Я думаю, что это там хороший результат, я стараюсь там своевременно это просматривать. Вот, безусловно, письма поступают и Игорю Владимировичу, вот, Васильеву. Он присылает мне. Мы стараемся моментально реагировать, потому что там отвечать в течение тридцати дней на пациенту недопустимо. Нужно сразу реагировать, связываться, выяснять эту проблему. Да, возвращаясь к онкологическому диспансеру. По поводу ПЭТ. Позитронный, иммерсионный, томограф – это большая установка, это дорогостоящее оборудование, которое требует, ну, в общем-то, и соответствующей подготовке там необходимых там изотопов. Я не хочу ничего, там, скажем, обещать. В ближайшее время не планируется. Хотя, такие установки у нас есть в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани, и действительно, они помогают диагностировать, либо первоначально поставить диагноз, есть ли диссеминация, либо, в общем-то, оценивать эффективность проводимого лечения, насколько уменьшился первичный очаг, там, метастазы. И в целом, конечно, если таких установок по стране не так много, еще раз говорю, это крайне дорогостоящее оборудование. Там ведь не только установка, целое здание вокруг не стоит. Целое здание, здание необходимое для хранения вот этого вещества, изотопов, для их утилизации. Вот, если их не так много, то это констатируется факт лечения, скажем, да. А если, ну, достаточно, но я думаю, за этим все-таки будущее, либо за препараты, за установками такого типа. Следующий вопрос от Александра. Женская консультация номер два, Кировский клиникодиагностический центр. Пару дней назад моей беременной девушке сказали, что специалист, который делает УЗИ, уволился, и посоветовали сходить в платную клинику, сделать УЗИ, а анализ крови платно, и анализ крови платно, а потом результаты принести им. Как быть в такой ситуации? Ну, я только что сказал о том, что про стационар, ну, в поликлиниках, безусловно, в женской консультации такая помощь, и необходимое обследование, все должно оказываться бесплатно. вы вправе и должны в этих ситуациях обращаться в Министерство здравоохранения. То есть вы возьмете на заметку это сообщение? Да, безусловно. Хорошо. В частный случай взять на заметку. Владимир, добрый день. Знакомые медсестры жалуются на ужесточение условий труда, приходится перерабатывать. Вот вы знаете, знакомые жалуются, кто-то сказал. Вот с такими ситуациями мы сталкиваемся, я даже сразу почему вам сказал, приходится перерабатывать. Вы знаете, когда мы сталкивались вот с такой же подобной жалобой и начали разбираться, оказалось, что, в общем-то, за невыполнение должностных обязанностей, которые привели к определенным там проблемам в оказании медицинской помощи, медицинский персонал был наказан в рамках действующего законодательства и родилась такая проблема. Поэтому здесь я бы так сказал, если есть какие-то факты нарушения трудового законодательства, то работник вправе, в общем-то, в установленном законном порядке там выявить. Ну, так вот, голословно, действительно, ситуации разные бывают. Вот отдельная история, надо будет как-то поговорить, наверное, про профсоюз. Есть профсоюзы медработников? Они у нас работающие, эти профсоюзы? Они как-то защищают права медработников? Ну, это вот в рамках этого случая. Нет, я подумала, можно быть, не отдельно сделаем какую-то программу, потому что, по сути, они должны как-то тоже подключаться. Что касается профсоюза работников, здесь, опять же, в соответствии с действующим законодательством, у нас есть требования о том, что в любой медицинской, в частности, организации, ну, в любой организации, если профсоюзная организация составляет, в нее входит более 50% работников, она является их представительным органом автоматически, если менее 50 работников, они и делегируют это полномочие, причем, они могут избрать другую организацию, которая подписывает, согласовывается локально, нормативно, правы акты, участвует там в переговорах, подписывает там коррективный договор представителей. Так что у нас все-таки в Кирове действующие профсоюзные организации, или они такие номинальные? Нет, действующие и достаточно там активные. Вот если медсестры придут в свою профсоюзную организацию, это будет зависеть от того, какого качества эта профсоюзная организация? Не везде ведь, наверное, одинаковая? Осенников Валерий Дмитриевич возглавляет профсоюзную организацию медицинских работников, надо сказать, что у нас такое конструктивное взаимодействие, мы приглашаем на все наши там мероприятия, они приходят по каким-то проблемным вопросам. Жалуются им медсестры на то, что нагрузку увеличивает? Ну, я бы не стал сейчас уходить в эту сторону, здесь нет такой, как бы, проблемы, свет, вот точно. Поэтому они могут поговорить со своим работодателем, но, видимо, если они не поговорили с работодателем, не написали в Министерство здравоохранения, не обратились в профсоюз, значит, что? Наказание обосновано. Вот я делаю такой вывод, как человек, который вот руководитель То есть надо жаловаться не на кухню, я правильно понимаю? Безусловно. А писать напрямую, например, вам? Ну, по всем случаям нарушения тросозаказа писать мне стоит, наверное, не надо, для этого есть уполномоченный орган, по тем случаям, которым я писал я, безусловно, надо обращаться, хотя если вопрос не решается, конечно, надо писать. Сейчас буквально одну-две минуты на оставшиеся вопросы, потому что у нас не слишком длинное время программы. В поликлинике номер 3 детского диагностического центра на Пролетарской 21 ввели запись на сдачу анализа крови. Педиатр, который выписывает анализ, находится на Ленина 150. Дозвониться по номеру поликлинику, чтобы записаться невозможно, он все время занят. Мария пишет. Может быть, тоже отдельным вопросом, как частный случай, вам на почту. Да, давайте так. И два вопроса от наших коллег. Первый вопрос, он, наверное, более такой обширный. Бизнес-новости пишет Дмитрий Александрович. На сайте регионального Минздрава висят актуальные несколько сотен вакансий, как среднего, так и высшего врачебного персонала по всей области. Не привлекают выпускников УЗОВ необеспечение жильем, неподъемные от 500 тысяч до миллиона. Как, на ваш взгляд, нужно решать кадровую проблему? Если коротко. Ну, кадровую проблему нужно решать комплексно. Вот, и коротко здесь не получится. Это тема отдельной передачи. Вот, скажем так, здесь есть, здесь есть и обязанность органов местного самоуправления по созданию условий. Я приведу простой пример. Когда мы приезжаем в район, вот, выезжаем фактически, там, ну, регулярно, там, по субботам с Игорем Владимировичем Васильевым мы приходим и в больницы, в поликлинике, главы районов говорят, вот, у нас дефицит кадров. Ну, причем мы знаем, что вот в какой-то конкретный район на работу были готовы приехать два-три специалиста с высшим медицинским образованием. При этом, скажем, выясняется тот факт, что жилья-то нет в этом районе. Его и купить негде, служебного жилья нет, арендовать негде, как вы понимаете. И тут глава района говорит, а почему бы специалисту не пожить вот там? Ну, есть же, есть же в поликлинике там свободные места. вот, как вы считаете, чья это зона ответственности? Это первая проблема. Вторая проблема, ну, уровень заработной платы сейчас, в общем-то, даже в районах предлагается там вполне достойный. вот, что касается мотивации, ну, да, действительно, вы знаете, я разговаривал со студентами, со многими, помимо того, что необходимо создавать нормальные человеческие условия, да, для жизни в районах, где хотят привлечь специалистов, и муниципалитеты не должны забывать, что у них есть не то чтобы право обязанности в рамках 323-го федерального закона об основах охраны здоровья граждан, вот, в том числе. Ну, многие говорят, мы не хотим быть оторваны. Там, да, нам не интересно, там, нас деньги не устраивают, там, мы не хотим, не поедем. Это комплексная проблема сейчас. Я думаю, на этот вопрос не ответить. Я предлагаю вам, может быть, отдельной программой и, может быть, даже дискуссию строить по этому поводу. Можно пригласить сюда и, скажем так, потенциальных там, и выпускников, потенциальных там, работников, и кого-нибудь из района. Теперь уже университет у нас медицинский. Университет, да. Давно хотел прийти к нам в программу «Слушайте доктора», но только вместе с вами, Дмитрий Александрович, тогда в качестве соведущего будем ее вести. Хорошо. Договорились? Хорошо. Хорошо. Последний вопрос перед тем, как мы... Нет, я его задам в конце программы. У нас остается буквально семь минут на планы на следующий год или на подведение итогов. Может, мы разобьем как-то? Вот планы, вы знаете, я как раз вот сейчас... Ну, безусловно, планы наши... во многом наши возможности зависят от того, как мы выстроим не только, скажем так, систему, какие мероприятия там проведем по ее... там, изменения ее структуры, ну, во многом зависит от того, как мы будем относиться, скажем, к имеющимся финансовым ресурсам. Я хочу сказать, что мы с вами... Вот лучше не смотреть на телефон, потому что как раз вот я сейчас с вами разговариваю, а мне присылают последняя корректировка бюджета, который у нас федеральный фонд обязательно, не скажу, страхования, в общем-то, никак не может довести регионов. То больше, то меньше, и вы знаете, там некоторые вещи, они то радуют, то войдет в ступор, поэтому вот таким образом. Так вот, мы с вами в 21 веке, поэтому говорить о том, что мы не должны внедрять современные технологии, наверное, это неправильно. Я об этом хотел поговорить. Современные технологии, во-первых, они помогают нам, ну, скажем так, упорядочить работу наших поликлиник. Мы об этом много уже говорили, у нас стоит, у нас утверждена так называемая дорожная карта внедрения информационных технологий и в приоритете для нас и поставленной задачей перед всеми руководителями медицинских учреждений первое, это установить систему электронной регистратуры. Ну, это нормально, когда ты пришел, взял талончик, и не надо стоять в очереди, ты можешь спокойно, если такая вая существует, дожидаться сидя, когда тебя вызовут. После того, как эта электронная регистратура будет внедрена, совершенно правильно установить дополнительную систему электроперенаправления из кабинета в кабинет на диагностические исследования, как в рамках одного здания, так и в рамках там нескольких, скажем так, структурных подразделений, зданий, это все возможно, и в этой ситуации все происходит планомерно, в общем-то, не надо думать о том, там, и спрашивать, там, кто последний, в общем-то, система это делает сама, все четче, и я могу сказать, что создается даже такое впечатление, что очереди, ну, скажем так, исчезают. кроме того, вот, много вопросов, мы записывались на сайте через электронную регистратуру, а приходим, и нам снова надо стоять в очереди, а почему так возникает? Есть люди, которые приходят сами, и их тоже нельзя принять, и по их мнению, вот вы сами, я записался в электронной регистратуре, а вы пришли сами на прием, ну, я же не смогу, там, условно говоря, сказать, извините, мне нужно больше, чем вам. Ну, кто-то сможет. Кто-то сможет, кто-то не сможет, но если работает электронная система, то в ней назначаются приоритет вызова, и делается это не субъективно, а объективно, то есть, если подтверждается тот факт, что пациент был записан на прием в электронной регистратуре, назначается приоритет вызова к определенному доктору, и тем самым, вот, вся идея от электронной регистратуры не дискредитируется раз, да, и не создается конфликтная ситуация. Конфликтная ситуация между людьми и в коридоре, да. Два, что тоже самое главное. Вот, причем, эта система позволяет еще и снизить время приема, ну, или как-то оптимизировать время приема разными специалистами одного человека, одного пациента в течение дня, потому что, простой пример, мы приходим на прием к терапевту, терапевт говорит, сходите на консультацию, туда-то, там тоже очередь, потом туда-то, туда-то очередь, а здесь такому пациенту назначается приоритет вызова. Он идет не первым, а там не последним за очередем, а через два, через три пациента. Ну, как-то так получается, потому что он уже, ну, это все нужно как-то сделать быстрее. Дальше, помимо того, что в этой системе должна быть завязана не только поликлиника, то здесь нужно включать еще и приемное отделение там стационаров, ну, совершенно логично. Я могу, я говорю-таки не фантазийные там вещи, у нас ряд, уже не одно медицинское учреждение, которое в эту систему внедрено и успешно работает. Много было скепсиса, что это такое, но как показал наш опыт, ну, скажем так, она, она правда работает. Затем, надо сказать, что у нас была такая программа модернизации здравоохранения, информатизация, то есть раздел информатизация и были установлены рабочие места докторам и на посты среднему медицинскому персоналу было внедрено программное обеспечение, ну, в общем-то, происходило такое этапное внедрение. Надо сказать, что сейчас уже везде работа идет в медицинской информационной системе, но что мы увидели, ее возможности используются не в полной мере. Мы хотим, чтобы наши доктора не только там тратили время и дублировали медицинскую документацию в этой информационной системе, но чтобы эта информационная система работала на пользу. Каким образом? Во-первых, то, что вводится туда в электронном варианте, должно просто распечатываться, и из этого должна формироваться первичная бумажная документация, потому что не уйти от бумажных документов, а ворот должен быть. Дальше, вот эта информационная система уже сейчас нам дает разного рода отчеты, которые нам позволяют анализировать, как система работает, и в некоторых ситуациях даже назначать, ну, скажем так, объективные премиальные выплаты. Дальше, эта система, а в частности, есть такой, лист врачебных назначений, где назначаются лекарственные препараты, а эта система позволяет все лекарственные препараты изделия медицинского назначения списывать на одного пролечного пациента, она дает нам реальное понимание того, сколько из расходов на одного пациента, и в целом из расходов ресурсов там в разрезе расходуют отделения, там, больницы, для того, чтобы своевременно пополнять этот ресурс. Ну, и кроме того, вот в эту систему листов врачебных назначений многие говорят там об неэффективном лечении. Сейчас, вот, не так давно завершилась работа по подготовке так называемых базовых листов врачебных назначений, которых вошли, а почему базовых, потому что, естественно, под каждый конкретный случай доктор может его там поменять, но туда вошел необходимый набор медикаментов под каждую, ну, нозологическую ситуацию, форму, там под каждое заболевание, стандартный набор медикаментов с датой назначения, с датой отмены, минимально необходимый набор лабораторных исследований, диагностических исследований, которые корректируются, естественно, либо, ну, чаще всего убавляется, да, то есть, постарались учесть все, и лекарства назначены по международным непатентованным наименованиям, то есть, невозможно в этой ситуации, невозможен перерыв в лечении, потому что некоторые доктора по торговым наименованиям привыкли назначать в историях болезни препарат, а так или иначе, а покупаем мы в соответствии с 44-м федеральным законом по международным непатентованным получается перерыв. Так вот, вот такая система позволяет нам экономить, но экономить не на пациенте, экономить, ну, скажем так, назначая то, что надо, своевременно отменяя, и те изделия медицинского назначения, которые идут, ну, для оказания помощи там пациенту в процедурных, в перевязочных, тоже расходовать там разумно, экономно, я могу сказать, что в тех медицинских учреждениях, в которых это внедрено, запас медикаментов пополняется планомерно, контролирует эта информационная система, все, что нужно сделать только правильно на цифры, посмотреть и принять решение, пациенты ни в коем случае не покупают ничего, и экономия средств, вот внедрение такой вот системы, да, это подсистема аптека, с внедрением базовых шаблонов, листов назначения составляет, ну, я боюсь сейчас, скажем, быть слишком позитивно, но как минимум 10, где-то 20 процентов. Сейчас мы должны завершать, я обязательно должна задать последний вопрос, но перед ним, планы следующего года, какое количество процентов отношений медицинских учреждений вот этой системы объять? 100 процентов. 100 процентов на 17-й год? Да. По региону или по городу? По региону, конечно. По всему региону. Последний вопрос от коллег из источника новостей, частного характера. По данным ВЦОМ, 80 процентов россиян считают себя счастливыми, а какое событие за последнее время сделало счастливым вас? Это пойдет свежий номер источника. Ну, Светлана, все-таки сделали это. Вы знаете, счастливым становишься тогда, когда все, что ты в жизни задумал, оно там удается. ну, вот как-то сказать-то, я бы счастье разделал где составляющие. Счастье бывает там личное, да, когда у тебя дома все хорошо, родные вокруг здоровы, а ребенок радует. Да, и счастье бывает от того, что ты понимаешь, что все, что там ты задумал, получается в твоей профессиональной деятельности, в общем-то, ты эффективен. Поэтому это был счастливый год для вас? Да, у меня вся жизнь счастливая. Спасибо, Дмитрий Курдюмов. В программе «Слушайте доктора» у микрофона была Светлана Занько. Будем еще встречаться каждую пятницу в два часа. До свидания. Всего доброго. Слушайте доктора. Слушайте доктора.